М1 Глобал Как ты уже чувствуешь ли себя готовым, чтобы биться за титул сейчас в полулегком весе, правильно? Нет, нет, наилегчайший. Конечно, я уверен, что я могу забрать этот пояс. Я всю жизнь свою тренируюсь, готовлюсь. И с каждым разом соперники все сильнее и сильнее. Как мы знаем, Ли Моррисон уже выигрывал действующего сейчас чемпиона Витрука. А сейчас пояс у Витрука. Так что, я думаю, я уже могу подраться за титул. Это было бы очень хорошо, если бы мне дали бой за титул. Возвращаясь к твоему сегодняшнему бою, к сопернику Ли Моррисон очень опытный и такой опасный. Скажи, в чем ты видел сложность повединка? К чему готовился? Ну, как мы знаем, Ли Моррисон очень опытный и выносливый такой боец. И я знал, что все три раунда мне придется темп набирать, набирать и, короче, не избавлять вообще. И за счет этого, за счет выносливости, вот. Короче, какой план на бой поставил, все хорошо прошло. Как удалось так развить выносливость, чтобы действительно, ну, мы все наблюдали, что все три раунда практически безостановочно шло действие экшена? Ну, там было только три раунда. Я уверен, что я даже могу на пять раундов рассчитать своей силой. Выносливость так набирается за счет сильных тренировок из-за дня в день. Вот. Короче, трудиться надо. Все. Теперь, как будешь проводить время после победы? И когда уже думаешь о следующий поединок, когда может быть? После победы сейчас мне тренер дал дня три-четыре на отдых. Потом уже начнем по одной тренировке в день. И, короче, тот темп, который мы уже набрали, вот. В течение двух недель уже будем работать в этом темпе. А следующий бой я планирую где-то через два месяца. Мне примерно понадобится два месяца, чтобы подготовиться на следующий бой. Вот. Через два месяца я буду готов к любому сопернику в своем весе. Расскажи немного о том, где ты тренируешься, кто тебе помогает, твои тренера, как строится твоя подготовка. На этот бой именно тренировался весь процесс в Ингушетии. Это уже где-то два с половиной месяца. Тренера Евкурова, Акромат, Тутаев и Джамалеев. Вот. С ним мы подтягивали чисто ударную технику. Так как у меня база борцовская, мне чуть-чуть надо было тоже в стойке поработать. Вот. Выражаю свою благодарность своему брату, своему тренеру, Таеву и Джамалееву, за весь труд, который он проделал. Все это благодаря тебе, Таеву и Джамалееву. Ну вот по бою было видно, что ты больше уделяешь, как раз ударной технике уделял, проводили больше времени в стойке. Скажи, в этом был план именно на ногах продержаться? Ну, по бою мы видели, как я боролся там в партере, провозился, пытался доминировать весь процесс. А так я рассчитывал, чтобы в стойке немножко лучше подраться. Ну, он все время в ноги кидался, пришлось. Вот. С ним тоже в борьбе повозиться. При продолжении выступлений планируешь ли ты поддерживать тот же лагерь, который ты проходил тренировочный, или планируешь его как-то изменять? Ну, все время в одном месте тренироваться это тоже неразумно. Надо будет выезжать в соседние республики, в соседние города с разными ребятами. Вот. На одном месте, чтобы все время не стоять. Сегодня буквально весь зал за тебя болел. Наверное, это был самый поддерживаемый бой. Несколько слов для твоих болельщиков. Поддержка была колоссальная. Я даже не ожидал, что за меня так сильно будет переживать, болеть. Всем большое спасибо. Поддержка на ринге очень сильно чувствовалась. И я ни в коем случае не мог подвести своих болельщиков. Я показал трехраундовый бой. Чуть-чуть были ошибки, оплошности. Но это не все, на что я способен. В следующих боях я намерен показать более лучшую версию себя. Буду выступать намного лучше. Болейте, переживайте. Все от вас зависит. Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok